Первые паруса Сочи сегодня встречал рано утром. Они прибыли из Новороссийска. Причем корабли не просто совершили переход из порта в порт, как это было на Регате два года назад. Впервые между двумя российскими городами состоялась полноценная гонка, которой способствовал хороший ветер. Не дошел только парусник Надежда. Со сломанной мачтой он пока в Эмеретинке. Все эти фантастические корабли можно не только осмотреть снаружи, но и детально изучить изнутри. И даже пообщаться с капитаном или членами экипажей. В рамках Регаты организованы специальные бесплатные экскурсии для всех желающих. При себе нужно иметь только паспорт. Вот, например, сейчас мы находимся на судне под названием «Мир». Оно считается самым быстроходным фрегатом планеты. Более того, «Мир» выиграл более 20 крупнейших гонок. А еще в Сочи прибыл легендарный Крузенштерн, который в этом году отметил 90-летие. Для Херсонес Надежда всего 14 парусников из пяти стран – Румынии, Болгарии, Испании, Польши и России. На их борту более 700 курсантов. Как говорят организаторы регаты, ничто так не воспитывает молодого моряка, как работа на парусном судне. В этой регате запрещено использовать двигатели. Управление кораблем сводится к тем же умениям, что и сотни лет назад. Именно в таких гонках воспитываются настоящие офицеры. Главное, чтобы они узнали, что такое море. На борту наших парусников почти 500 курсантов. Это будущее нашего флота. И они хоть с борта судна напрямую лицом к лицу встретились с волнами, с ветром, с трудностями. Теперь и знают, что такое море. Но если для курсантов регата – это в первую очередь состязание, то для города большой праздник. Сегодня на северном Малумурпорте официально открыли морскую деревню. Там в дни регаты будут проходить выставки, спортивные соревнования, фестивали, концерты и многое другое. Первыми эмоциями организаторы регаты поделились на пресс-конференции на борту судна «Мир». От Сочинской гавани, да и от города вообще, организаторы регаты, как и два года назад, в восторге. Нашу регату мы проводим уже 60 лет. Ее задача – объединять людей из разных стран, людей разных культур. И все мы помним, что два года назад мы были здесь, в Сочи. И уже тогда мы поняли, что это гостеприимный город. Нам очень важно мотивировать, прославлять наше морское дело. И, конечно, главная задача любого морского города, особенно такого, как Новороссийск, как город Сочи, это делать все, чтобы наши дети могли на самом деле прикоснуться к святым, тем парусникам, которые там прошли большие походы. Увидеть корабли во всей своей красе жители и гости Сочи смогут 25 сентября. В этот день состоится парад парусов. Ну а после парусная флотилия начнет завершающую гонку до Варны.